100 вопросов к взрослому. Ученики столичной школы номер 20 и 2-го лицея встретились с ректором Чувашского государственного университета. В разговоре участвовали преподаватели вуза, руководители производственных предприятий. Что интересует будущих студентов, узнали наши корреспонденты. Школьники по большей части интересовались особенностями технических специальностей. Все ребята участники чебоксарских команд школьной лиги Роснана. Возможно, они не будут связаны с производством напрямую, но заводам нужны не только инженеры, но и юристы, экономисты и айтишники, которые разбираются в технике. Именно поэтому Вадим Колобашкин советует получить качественное базовое образование, а дальше определяться со специализацией. Сегодня образование очень широкое. Объем информации, с учетом сегодняшних цифровых технологий, которые вы можете получить, он просто бесконечен. Нужно научиться выбирать, нужно научиться двигаться в этом пространстве, понимая, что тебе нужно, а что не нужно. Одиннадцатиклассникам было интересно узнать и о возможностях вуза. Есть ли вариант международного обмена? Как можно поступить в университет без результатов ЕГЭ? Реально ли совмещать учебу и практику? Андрей Александров рассказал о сотрудничестве с разными университетами. О приеме вне конкурса, а также подчеркнул, что стать отличным инженером можно только на производстве. Мы всегда с помощью наших партнеров, которые любезно предоставляют свои услуги, организуем экскурсии на те производства, которые захотят посмотреть учащиеся в той или иной школе. Это уже вторая встреча в рамках совместного проекта городской администрации ЧГУ. В прошлый раз был организован завтрак с ректором для учащихся четвертого лицея. В течение года такие встречи будут проходить регулярно, и это лишь часть кампании по профориентации школьников. Екатерина Куприна, Олег Якимов.